Волновой канал 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 Что здесь хочется отметить Опять же Для антенны Волновой канал Видно что она Согласуется В диапазоне Заявленном Хотя кресле Опять же Такое ощущение Что немножко сдвинут В сторону Более высоких частот На Восемьсот Два и три Но в принципе Допустимо Для работы Не идеально Но пойдет Не идеально Но хотелось бы Немножко сместить На Частоте Девятьсот шестьдесят В районе Одного и шести Если немножко Сместить Диапазон В сторону Нижнего Более низкого Диапазона То конечно Мы увидим Более идеальную Характеристику Что хотелось бы Ответить Опять вот В диапазоне Котором Заявлена антенна Достаточно Линейный Коэффициент Передачи Что очень хорошо Что будет Что показывает Что у вас Сигналы Не будут приходить С разным Отношением Сигналов Шума А будут Приблизительно С одним и тем же Отношением Сигналов Шума Приходить Сейчас мы как раз Перейдем Чтобы вам Более было наглядно Коэффициент Характеристики Коэффициента Передачи Здесь вот Вы видите По маркерам Соответственно Первый Второй Это заявлен Диапазон частот Но здесь вот Мы сейчас Обратим Я обращу Ваше внимание На третий маркер Но это чуть позже Здесь это опять же Видно Что Коэффициент Прохождения Где-то Минус 20 дБ В районе Да Мы сейчас Не будем Точные значения Если вам интересно Здесь они в таблице И потом На скриншоте В конце видео Мы представим Подставим Да скриншот Чтобы вам Более детально Вы могли Рассмотреть Все эти характеристики Что Хотелось бы Обратить внимание Что Эта антенна Может Хорошо Работать В диапазоне 900 Но На другие диапазоны Более высокие Как вы видите По коэффициенту Передачи Что На что я хотел Обратить ваше внимание Она работать Будет не очень Хотя Вот ксв Местами Прошу прощения Павел Вот Интересный момент Третий маркер Я сейчас поставлю Специально На нем Отметичку Вот Это Интересный момент Это третий маркер И здесь Вы тоже Можете Посчитать Вот он Представлен Это частота 1.8 Гигагерца Почти 1.9 Гигагерца Если уж Быть Более Точными Что Ксв Здесь Да Вот Если Посмотрим По таблице Ксв 1.07 Да Идеальный Можно сказать Но при этом Коэффициент Передачи Минус 35 дБ То есть На 15 дБ Хуже Чем Коэффициент Передачи В Основном Диапазоне А ксв Хороший А ксв Замечательный Даже лучше Чем В основном Диапазоне Если вы Представляешь Сравните То он Лучше То есть Получается По ксв Мы можем Не опираться На идеальность Антенны Вы можете Нет Вы можете Сказать Что у вас На этой частоте У вас Передатчик Если будет Работать То он Действительно Будет работать И у него Вся энергия Которая будет Подключена К этой антенне Будет Рассеиваться На антенне И уходить В пространство Но при этом Вы будете На 15 дБ Мощность Сигнала У вас Будет Ниже Интересная связка Интересная Будете работать В основном Диапазоне Но опять же Я хотел бы Отметить Что данные Антенны Типа волновой Канал Они достаточно Резонансные Они не такие Широкополосные Как хотелось бы Но вот Есть плюсы Есть минусы И надо Конечно Для каждого Конкретного Случа Подбирать Индивидуально Подбирать Свой Что вы Под какой Диапазон Вам нужно И Есть конечно Решения Более широкополосные Есть решения Более Узкополосные Но С другой стороны У вас Если вы Выбираете Такое решение Более узкополосное Антенна выступает У вас в виде Некого фильтра Так что Здесь у вас Конечно Сигнал Если придет То он На 15 дБ Будет По уровню Ниже Чем В диапазоне 900 МГц Да Рабочем диапазоне И здесь Вот вы сможете Потом сами Оценить В конце Видео Скриншоты Мы вам все Предоставим И покажем Как эти антенны Работают Так в принципе Для данной антенны Заявленной В данном диапазоне Претензий нету Да Конечно КСВ Конечно Хотелось бы В идеале На этом моменте К сожалению Разрядилась Камера Мы с Павлом В этот день Записывали Целую серию Видео Которые вы Часть посмотрели Часть еще Посмотрите В ближайших Значит Видеороликах На канале Евгений Радист Но смотрите Что Я хочу На что Хочу Обратить Ваше внимание Вот Павел Правильно Показал Это Соотношение Параметра КСВ И Соотношение К реальной работе Коэффициенту Передачи Антенны Он же Соответственно Прием Вот получается Такая интересная История Что Мы везде В ютубе Видим От разных Блогеров От разных Даже Производителей Что вот Надо Минимальный КСВ Но никто С этим не спорит Действительно КСВ Нужно бы Пониже Но Параллельно Практически Никто не показывает А какой при этом Коэффициент Прохождения От антенны И к антенне Да Вот на этом графике Скриншот Пожалуйста Можете себе сохранить Посмотрите Очень интересная Связка Друзья И вот на примере Третьего маркера Ну на скриншоте Маленечко Мы сместили его Третий маркер У нас стоял На Частоте 1.9 ГГц КСВ То есть Основной Такой параметр Да Практически В идеале Чуть-чуть Больше Единички Это говорит о том Что Вся мощность Которая Идет От модема От передатчика Модема Или вашего Репитера В антенну Она вся Рассеивается Этой антенной Но при этом Мы наблюдаем Что Вот в конкретно Взятом Частотном Диапазоне 1.9 ГГц У нас У нас Минус 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 15 дБ Коэффициент Прохождения То есть Антенна Работает На 15 дБ Хуже Понимаете Какая ситуация При этом Мы смотрим На рабочий Диапазон То есть Там где Антенна И планировалась К применению Это у нас 900 МГц Ну плюс-минус Понятно Немножко влево Немножко вправо Вокруг 900 МГц Маркер 1 Маркер 2 Посмотрите На экране Мы наблюдаем Что у нас КСВ Не самый идеальный Вот допустим По первому маркеру На 800 МГц Вообще 2.4 Да На 960 МГц У нас 1.6 1.65 Уже хорошо То есть Как бы Они не самые идеальные Параметры Казалось бы И можно Каким-нибудь Китайским прибором Что-то намерить И самому себе Навыдумывать Ой КСВ плохой Все Антенна не работает 2.4 Ну о чем тут говорить А при этом Друзья Смотрите На вот этот Бирюзовый график Да Где стоят Маркеры 1 и 2 У нас Абсолютно Линейная Так сказать Работа Антенны В этом диапазоне 800-960 МГц И у нас Соответственно Максимальная Максимальный Коэффициент Прохождения И от антенны И на антенну Вот чем дело Плюс 15 дБ По отношению К тому Что мы видим Справа На третьем маркере Поэтому Друзья Обратите на это Внимание Нигде я в интернете Этого не видел Поэтому Сейчас мы В наших циклах Так сказать В циклах наших передач Будем на это Обращать ваше внимание Поскольку Многие Особенно люди Которые Как-то Ну может быть даже Провокаторы Не побоюсь этого слова Упираются Упираются Сугубо В КСВ Имеется ввиду В том Что вот КСВ Значит там Трешка Соответственно Ничего работать Не будет Потому что У вас Там на Определенное количество Процентов Значит Антенна работает Хуже Вот друзья Как мы видим Немножечко Не так Немножечко Не так Точнее говоря Даже совсем Не так В цифровой связи На малых Мощностях А у нас Модемы Всего 200 мВт В ЛТЕ Ничего страшного По моему мнению Мы с Павлом Советовались Он поддерживает меня Ничего страшного Если КСВ Будет Двойка Если КСВ Будет Тройка Ну конечно Не пятерка Не шестерка Там не десятка Потому что КСВ 5 Это уже Примерно Половина сигнала Отражается обратно В модем Отражается обратно В репитер Это конечно нельзя А вот КСВ 2 КСВ 3 Друзья Это в цифровой связи На малых мощностях Не проблема Базовая станция Все равно хорошо слышит Наш модем Наш репитер А наше устройство Соответственно Хорошо слышит Базовую станцию Это не аналоговая связь Где важно Действительно Прям очень важно И это не цифровая связь На базовых станциях Где Десятки ватт И большая мощность Там конечно КСВ нужен Ну там Максимум 1.3 Это совсем другое Поэтому не смешивайте Эти вещи Обращайте На это Своё внимание Ну а мы будем С Павлом помогать Павлу ещё раз Большое спасибо Большое спасибо МТУСИ За эти возможности Что мы можем Так углублённо Изучать антенны И вот на примере Антенны От компании Дал связь Мы разбираем Плюсы и минусы Так сказать Работы Любой фактически Антенны Вот от любого Производителя Так что Делайте выводы Друзья Обязательно пишите Вопросы Задавайте ваши вопросы Впереди очень много Экспериментов Я думаю что мы уже Вплотную подошли К анализу В лаборатории Популярных Сетчатых антенн Ну это так Сетчатых я в кавычках Называю Параболических антенн Очень много сейчас Параболических антенн Уже я видел Антенны Новые Крупные При этом Коэффициент усиления Точно такой же Как на старых Предыдущих моделях Некоторые парадоксы Поэтому будем разбираться Насколько здесь Всё прозрачно Насколько здесь Всё эффективно работает Ну а от вас друзья Я буду очень благодарен Если вы Сделаете репост Этого видео Сейчас к сезону Очень много людей Будет Искать антенну Пытаться разобраться Какая антенна лучше Будем вам помогать Так что всё До новых встреч друзья Ещё раз Прошу прощения Что вот так оборвалось Видео И у нас Разрядился аккумулятор На видеокамере Но во всяком случае Я сейчас Всё пояснение внёс Спасибо Подписывайтесь Ставьте лайки Всего доброго До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok